Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами снова встречаемся в творческой мастерской. Вот наступила весна и настроение у нас праздничное и весеннее. Сегодня мы с вами сделаем поделку, которая называется весеннее дерево. Для этого нужно любая фанерка, которая есть дома, любой кусок материи можно взять канву. Материя должна быть чуть больше дощечки или любой кусок материала, который есть у бабушки или у мамы. Возьмем канву, примерим дощечку, сворачиваем по краям канву, делаем треугольничек, поворачиваем и закрепляем иголкой с ниткой край, чтобы он у нас не расползался. Получится у нас такая красивая картинка. С одной стороны закрепили и с противоположных. Получится у нас вот такой рабочий фон, который мы будем использовать дальше. Для нашей картины мы сегодня с вами будем использовать пуговицы и получится у нас вот такой красивый рисунок. Для этого нам нужен клей-карандаш или любой другой клей, который находится дома, бусы, пуговицы. Нам нужны пуговицы зеленого цвета и коричневого. Зеленые пуговицы могут у нас быть и белого цвета, и салатового, чтобы дерево у нас было интересно. Можно различные жучки и паучки. Разные пуговицы находятся в волшебных сундуках бабушек и мам. Берем картину. Можно расположить ее так, как любит ваш ребенок, или горизонтально, или вертикально. Начнем с основы. Дерево делаем внизу и поднимаемся вверх. Ствол у нас может быть и светло-коричневый, и темно-коричневый. Чем разные пуговицы и разные оттенки, тем интереснее у нас будет смотреться картина. Также не забываем, что у нашего дерева есть ветки. Маленькие коричневые пуговицы можем использовать в виде веточек. А зеленые пуговицы у нас идут в основу листочков. Листочки у нас тоже бывают разного цвета. Зеленые, светло-зеленые, темно-зеленые. Хочется уже, чтобы пришла весна. Картинка у нас была веселая. С помощью клея пуговиц мы создадим вот такую прекрасную картинку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом наше занятие подошло к концу. До новых встреч в творческой мастерской. Следующее наше занятие будет посвящено соленому тесту. Можете заранее приготовить соленое тесто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok